Следующая станция – речной вокзал. Дорогие друзья, всем здравствуйте! С вами естественно Наличев Антон. Я сегодня не один. Всем привет! Меня зовут Наташа. Очаровательная девушка Наташа. Мы сегодня встретились. И мы, естественно, с Ричи. Как вы уже поняли, Ричи, мы идем. Значит, мы вышли из метро 905 года. Мы идем на Ваганьковское кладбище. По какой причине? Так, Ричи у нас главное, чтобы не убежал никуда. Значит, мы хотим, ну, планируем убрать захоронение Георгия Витцина. Убрать, помыть памятник, мусор вынести и посадить там цветочки. Так, Ричи у нас там бегает. Так как захоронение Витцина, на самом деле, я был тут неделю назад и заметил, что оно не убрано. Да. Ну, может быть, кстати, мы сейчас придем, может, убрались. Может быть, да. Да, может, рады. Мы все равно посадим цветочки. Антон подготовился, купил прекрасные пустовые саженцы. Мы вам потом покажем их. Они прям очень красивые. Молодец. Разбираются в цветах. Ну, а это еще не все. На входе нас ждет мужчина, Алексей. Тоже очень сильно хотел встретиться. И я ему сказал, мы идем вот убирать захоронение Георгия Витцина. Он говорит, пожалуйста, возьмите меня с собой. Я говорю, да, конечно, все. Так что, это, нас еще сейчас прибавится. Ричи, пойдем. Дорогие друзья, еще зашли в магазин. Сейчас вот такой кустик розочки купим еще тоже, посадим. Ну, все, отлично. Алексей еще на подходе. Он уже подъезжает к кладбищу. А мы сейчас уже зашли. И куда ты хочешь нас вводить? Сергей Крутиков. Это Михей Джуманджи, исполнитель. Может быть, кто-то знает. Я очень его люблю. Очень рано умер. Очень талантливый певец. Вот мы сейчас к нему зайдем. Просто памятник покажем, да? Ричи, мы идем. Вот. Ричи вспомнил Ваганьковское кладбище. В том сезоне мы тут с ним были. Так, вот его памятник, да? Ну, кремация, правильно? Честно говоря, я спрятаясь ответить, но мне кажется, что да. Ну, здесь колумбарное захоронение, конечно. Да, ну, конечно. Да, его кремировали, да. Ну, вот. Тоже, собственно говоря, артист, да. Его люди любят. До сих пор слушают, знают. Известный был. Очень. Ну, вот, собственно говоря, теперь у нас целая команда. Наталья, Ильичев, Антон и Алексей. Алексей, да. Алексей Витцин. Почему? Какие роли? Почему любите артиста этого? Ну, как же. Сразу вспоминается кавказская пленница. Вот. Это его такая роль. Там, конечно, их было трое. Все-таки, вообще Витцин это известнейший советский артист. И мы его очень сильно любим. Да. Попробуем сегодня убраться. Сейчас посмотрим, что на захоронении, что там происходит. Да. Наведем порядок. Да, Алексей? Да, конечно. Вообще, я все дела отложил, чтобы только вот когда узнал, что вот будем убираться. Да. Георгий Витцин. Все отлично. Поясняю. Это происходило захоронение урны и, грубо говоря, отпевание. Да, позвали батюшек, чтобы они исполнили песнь. Я даже не знаю, что он спел. Это как синевое место. Еще и жили с ней включить. Да, ну вот, собственно говоря, смотрите, на самом деле, да, здесь не убирают, видите, много цветов, да, пластиковых много цветов, но не убирают вот эта вся листва, да. Вот, если нам позволят, мы здесь уберемся, потому что, ну вот, видите, все грязное. Вот. Все. Я был прав. Значит, сначала мы будем убирать все пластиковые цветы, выметать вот эти все листья старые. Надо будет прополоть цветник и будем сажать. И нужно будет вымыть памятник. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо Увидимся во второй серии ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА